В сравнении с нашими автобусами это великолепно. Ты видишь, мы давно из урона в Барбуси. Теперь, когда все, наконец, едят карамель и молчат, я могу сказать пару слов. Мы сели в автобус до Лангшэня. Оттуда поедем в Дажай. Кругом стоят ведра, в которые все статыкаются. Мы называем это посвящение пассажирам. Мы приехали в Лангшэнь. Маленький городочек. Мы сразу же в автобусе повстречали местную народность, Дун. Они отращивают волосы всю жизнь, насколько я знаю. Стрягут только раз в жизни совершеннолетие. А в Пенхуане была династия Мяо. Фонари, перчики. Здесь стоит полет перец. Дорога очень узкая. Чтобы пропустить встречные машины, наш водитель отъезжает в сторонку и останавливается. Всю дорогу едем по ущелью вдоль реки. На пути встречается очень много контрольных пунктов. И вышли проскошно, как мы решили. От входа в парк идем пешком до отеля с провожатами. Они предлагали нам в корзинках наши чемоданы унести. Несем сами, просто попросили проводить. Ну, не бесплатно, конечно, наша проводница. Только что сказали, что нам нравятся номера. И тут же столкнулись с некоторыми проблемами. Давай дверку. Номера хорошие. Кстати, в деревянном домике. А? Я очень плакала. Даша, ну попро... Зайди к ним в номер, в другой. Ну да. Номера нравятся. Стоят недорого. Все в национальном стиле, я так понимаю. Ждем еду внизу нашего отеля. Все деревянное. А Даша подсела на местный сериал. Купилась на красавцев в погонах. Грустный момент, да? Принесли нам блюда наши. Жареный бамбук, овощной суп, рыба. Всем все нравится, да, все очень. Долго готовили, вкусно. Станцию победный танец, который ты только что танцевала. Мы, значит, заехали. Радостные. Вода горячая есть. Кондиционер есть. И мы его не могли включить на теплую температуру. Все образумилось. Мы тут сейчас с Дашей прыгали. Победный танец. Который она отказывается продемонстрировать. У меня личная девушка. Я не снимаю с таких. С такой диктейлем пресса субтитры тебе ставить. Ну, включаюсь, раздеваюсь. Вот такая сталька. Ммм. Мелисусы, дорогие, мелисусы. Я не понимаю, как я из этих ужасных отснятых обрывков буду собирать ролики. Спать. У нас утро. Вид из окна хороший. Это внизу столовая. Здесь готовят все сразу перед едой. Такое деревенское утро. Солнышко. Тихо. Шума машин нет. И воздух хороший. Наверху номера. А внизу что-то вроде столовой. Вот так отель выглядит снаружи. Вон наши окна. Завтрак. Опять бамбук. Ира себе яйца заказала. Срочной новости. Ира заказала себе омлет из четырех яиц с помидорами. А принесли четыре порции. Так что будьте осторожнее, тыкая пальцами, показывая веером. Мне кажется, она в шоке от того, сколько мы заказали. Вот так отели выглядят снаружи. На мой взгляд, сейчас не самое удачное время года, чтобы любоваться террасами, потому что они не зеленые. Они все покрыты жухлой травой, поросшие сорняками. Думаю, в другое время года здесь красивее. Вот тропа. Идем на вторую обзорную площадку. Наш отель находится внизу, но есть и выше, ближе к обзорным площадкам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А все равно красиво, хоть и не сезон. И очень приятная атмосфера деревенская. На удивление, здесь еще по соседству с террасами довольно высокие горы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Говорю, давайте водичку. Кое-как потом из нее свою сдачу выбила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Больше всего у террасы мне нравятся верхушки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, прогулялась наверху второй смотровой площадки, сейчас спущусь вниз обратно и пойду к канатной дороге. Мне это место очень понравилось. Я, наверное, сейчас здесь посижу немножко сначала, а потом уже пойду к канатке. Мама прибежала, принесла мне тамбинамбур. По вкусу, как сладкая картошка. Очень сладкая картошка. Как мне здесь нравится. Надо только для полного счастья нигде на лестнице вниз не навернуться. Здесь по кустам везде местные птички. Как воробушки, только меньше, рыженькие. Никак не могу их поймать, только и слышно, как шуршат. При другом освещении все выглядит сразу же немножко по-другому. В центре деревни тоже рисовые грядки. Зашла на пять минуточек в отель и подзадержалась. Уже пришли Ира, мама, Даша. С Ирой пойдем сейчас на канатку, а мама с Дашей пойдет пешком наверх, на гору, на третью смотровую. Идем в обратный путь, к дороге. Вот этот мост, через который вчера проходили. Бананы растут, зародыши вон бананчиков. Какие-то сливы пахнущие тмином, ну или какими-то приправами. Грибов разнообразие. О, гусеницы. Козлятки. У меня такие все реплики. Капитан очевидность. Канатка нам обошлась 60 в один конец. Назад мы будем спускаться пешком. В оба конца 110. Кое-как запрыгнули на ходу в эту кабинку. И она снаружи идет медленнее, чем на платформе, где нужно садиться. Тут у них нарушенная ломбика такая. Красота какая. Мы поднялись вот на вершину горы, туда. Она сейчас достаточно высокой, кажется. КОНЕЦ Все, мы сейчас спускаемся обратно по дорожке. Залитые виды, вон какие красивые. Вообще, мы сейчас очень уедем, все смотрим. Без людей. Красота, красота. Но есть стимул вернуться еще в другое время года. Местные красавицы. А может, они народности-то такой же, просто у них... Не у каждого же дома свой кокошник. Местных красавицев. Субтитры подогнал «Симон»